здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале в этом видео я расскажу вам как можно научиться хорошо и красиво говорить говорю ли я хорошо и красиво сложности я думаю сказать очень многим моим зрителям потому что я человек который любит записывать свои видео в очень быстром темпе но тем не менее я являюсь человеком который совершенно точно может сделать так что в аудитории в которой он будет выступать на любую тему на какие-нибудь пять минут я получу стопроцентное внимание своей аудитории если вам предстоит какое-то выступление если вы просто хотите потренировать навыки вот такого выступления на самом деле это не всегда может быть вы публичное выступление вы можете заставить себя слушать пять человек которые находят в комнате находятся в комнате допустим если речь идет о каком-то коллективе вы заходите и вы хотите чтобы вас слушали слышали это очень важно потому что все таки две разные вещи то вы можете использовать вот такие нехитрые приемы первый прием вы должны дома потренировать свой низкий голос определенный момент благодаря одному блогеру я поняла что мой голос очень часто срывается на высокие ноты сейчас я не могу даже поговорить с вами просто чтобы мы могли сравнить высоким голосом иногда это происходит вы должны следить за тем чтобы ваш голос был низким внимание не хриплым а именно низким низкий голос это прежде всего спокойный голос не зажатый голос и это уже очень важно чтобы вас воспринимали чтобы вас слушали потому что вы будете демонстрировать уверенность себе вы будете демонстрировать некое даже спокойствие потому что уверенный человек он транслирует спокойствие и так низкий голос вы должны почувствовать а вы Вы обязательно почувствуете, в особенности, если вы опять же человек, которому приходится выступать публично. Вы почувствуете, что в определенный момент у вас устают, устают, наверное, здесь находятся связки. Соответственно, вы должны расслабиться, сделать выдох. На выдохе вы должны понизить свой голос. Для того, чтобы свой голос понизить, вам нужно просто расслабиться. А чтобы расслабиться, вам нужно опустить плечи, все-таки отвести их назад и контролировать темпы своего голоса. Это, кстати, достаточно легко сделать, сложнее объяснить. А сделать достаточно просто. В особенности, если в определенный момент вы начинаете чувствовать здесь усталость. Голос начинает зажиматься и становится выше, 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 когда мы устаем. Соответственно, нужно следить за тем, чтобы мы говорили расслабленно. Еще одна вещь, которая позволит действительно сделать так, чтобы вас слушали, вас слышали, это смысловые паузы. Я редко их делаю на своих видео, потому что, повторюсь, я записываю дейли-контент. У меня есть определенное представление о том, какой должен быть дейли-контент. Это представление я сформировала, прежде всего, просматривая других блогеров. На самом деле, блогерство – это профессия, когда мы не можем обучиться. Нет школы блогеров. Или она есть уже, она уже создана. Я говорю о том, что я смотрела других блогеров, которые обладают большим опытом и училась, прежде всего, говорить. Некоторые прямо раскрывали свои секреты, а за некоторыми достаточно было просто понаблюдать. Так вот, паузы – это очень важно для того, чтобы вы сделали акцент на том, что для вас важно, на том, что вы хотите донести. Но это также очень важно, чтобы люди концентрировали свое внимание, когда слушают вас. Потому что, когда есть паузы, это некое прерывание общего темпа речи. И люди просто начинают слушать внимательнее, потому что они понимают, что темпистика речи меняется. Следующий момент, который очень вам поможет – это темп речи. Вы можете его ускорять и можете его замедлять. Как это будет выглядеть на практике? Ну, примерно вот таким образом это и будет выглядеть. На самом деле, кажется, опять же, сложно. Это несколько сложнее объяснить, чем показать. И также вы должны применять очень простую технику – повышение вашего голоса и понижение. Повышение, понижение, повышение, понижение – оно тоже позволит вам удерживать вашу аудиторию в постоянном внимании. Моя семья достаточно неожиданно вернулась с прогулки. А я говорила о том, что очень важно научиться понижать и повышать свой голос. Таким образом вы сможете тоже привлечь внимание своей аудитории. На самом деле, когда вы говорите, выступаете на публике, неважно, о чем вы рассказываете. Для большинства слушающих вас это действительно неважно. Как правило, какие-то конференции, публичные выступления – это очень скучно для выступающего и очень скучно для того, кто это слушает. Поэтому важно как раз-таки манипулировать вниманием вашей аудитории при помощи – давайте повторим – при помощи повышения и понижения вашего голоса, при помощи ускорения темпа – быстрее, 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 быстрее. И при помощи пауз, которые вы будете делать, таким образом привлекать внимание ваших слушателей. Но вы также должны выглядеть уверенно в упражнении о том, как выглядеть уверенно, но прежде всего не выступая, потому что это будет упражнение, которое просто поможет вам выглядеть уверенно и выдержать взгляд вашего собеседника в любом другом разговоре, который не касается публичного выступления. Это техника, которую я с вами поделюсь, которую я очень часто применяю, прежде всего, когда мне нужно решить какие-то бюрократические вопросы. Это некий бонус к этому видео, потому что несколько зрительниц меня об этом попросило. И также очень важно, как в случае с моими детьми, быть готовым выйти из любой спонтанной ситуации. Кто-то чухнул, кто-то что-то уронил. Вы должны быть готовы посмеяться. Вы должны быть готовы быть вместе с вашей аудиторией, которые гораздо быстрее среагируют на то, что произошло, потому что они меньше все-таки, несмотря на все те техники, которыми вы можете овладеть. Темп речи, паузы, низкий голос, повышение, понижение голоса, ускорение темпа. Несмотря на все эти техники, вы больше захвачены тем, что вы говорите, а ваша аудитория меньше. Она быстрее среагирует на то, что произошло. И вы должны среагировать вместе с ней. Вы должны быть готовы в любой момент, когда запнулись, когда что-то произошло. Просто-напросто улыбнуться, потом собраться, понизить свой голос и продолжить. Желаю всем удачных публичных выступлений. Помните, что научиться управлять своим голосом и научиться красиво говорить действительно достаточно просто. Главное – практика. Главное – говорить вслух. Главное – возможно говорить на камеру. Пусть камера будет вашим первым слушателем. Пусть камера будет вашей гипотетической аудиторией. Поверьте мне, вы научитесь говорить очень и очень быстро. А если даже у вас не будет это получаться, вы научитесь себя чувствовать достаточно комфортно при тех или иных публичных выступлениях, которые вам предстоят. Научиться говорить красиво возможно. Достаточно посмотреть на блогеров, когда они начинали, и на то, как они говорят здесь и сейчас. Ну и не пропустите, в конце этого видео будут упражнения о том, как можно и нужно с комфортом удерживать взгляд другого человека. Повторюсь, очень часто эти ситуации возникают, когда на нас пристально смотрят. Я же по стечению обстоятельств очень часто этой техникой пользуюсь, когда решаю какие-то бюрократические вопросы. Странно, но парт. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Ну что ж, дорогие зрители, вот такое нехитрое упражнение. Обычно у меня вот такое улыбчивое выражение лица. Улыбку придется снять с лица. Возможно, чуть-чуть приоткрыть рот. Это нужно для того, чтобы расслабить ваше лицо. Ваше лицо должно выглядеть расслаблено. Ваше лицо на самом деле должно ничего не выражать. Представьте себе, если хотите, белый лист, когда смотрите на человека. Слегка отведите голову в сторону и подбородок приподнимите. Таким образом вы будете выглядеть более уверенно. Голову оставляете достаточно высоко. Рот периодически можете приоткрывать либо закрывать. Это, повторюсь, важно прежде всего для того, чтобы ваша нижняя часть лица была достаточно расслаблена и не вызывала ощущение, что вы озабочены тем, что на кого-то смотрите, либо кто-то пристально смотрит на вас. В тот момент, когда все это происходит, потому что вы можете встретить очень опытного, смотрящего на вас, вы можете, не отводя взгляд, совершать какие-то микродвижения. Но не отводя взгляд. Вы можете поправить волосы, вы можете поправить вашу сумку, вы можете поправить вашу одежду, но взгляд не отводите. Можно ли моргать? Конечно, можно моргать. Это не будет значить, что вы отвели взгляд. Ну что ж, давайте попробуем еще раз. Итак, я снова улыбаюсь. Это моя привычная мимика. Убираю улыбку с лица, расправляю плечи. Смотрю на человека. Приоткрываю рот, если мне нужно приоткрыть. Но я умею открывать рот и сохранять губы закрытыми. Это достаточно легко сделать. Мое лицо расслаблено. Я поднимаю голову, чуть-чуть отвожу голову в сторону, подбородок остается приподнятым. Осанка хорошая, прямая. Мы понимаем, что у нас происходит своего рода соревнование. Когда вы устанете быть в таком положении, начинайте двигаться. Микродвижение – это очень хорошо. Взгляд не отводите. Поправьте волосы, поправьте одежду, поправьте сумку. Возможно, даже рукой что-то в вашей сумке передвиньте. Взгляд не отводите. Поверьте мне, человеку очень сложно выдержать такой взгляд. Он на самом деле вообще забывает, зачем он начал на вас смотреть и что он от вас хотел. Эта практика очень-очень удобная. На самом деле, очень многих ставит на место людей, но при этом вы рот свой не открываете. Моргните, если вам нужно. Моргните несколько раз. Можете поправить что-то в районе ресниц, если вам нужно, но взгляд не отводите. Пожалуйста, не улыбайтесь. Ваше лицо должно ничего не выражать, никаких эмоций. Таким образом, вы можете находиться сколько угодно долго. Ну что ж, я снова возвращаюсь в свои мимики. На этом с вами прощаюсь. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok